Добрый вечер, дорогие телезрители! Так что пришло время строить планы, разрабатывать маршруты. Погулять, подышать, этилбензолом. Чем подышать? Ну как же. Сегодня омские экологи опубликовали две новости. Если хочешь, я с тобой ими поделюсь. Давай, давай. С какой начать есть плохая и есть хорошая? Ну, давай с плохой, ладно, что уж. Выбросы были. Так, а какая может быть тогда хорошая? А вредных веществ всего три. Хлорид водорода, оксид углерода и, как я уже сказала, этилбензол. Так, Аленушка, давай вот сейчас мы не будем наших телезрителей сбивать с положительного настроя на прогулку на выходных. Вообще, вот если бы Дмитрий Иванович Менделеев не придумал свою таблицу, то ты бы и слов бы таких плохих не знала. Кстати, он сделал это 150 лет назад и совершил огромный прорыв в науке. А вообще интересно, да, что мы порой в жизни не замечаем, как протекают те или иные процессы. Ну, вот идёт всё как-то своим чередом, да, и как бы нам на это даже и не интересно. Ну, я предлагаю сегодня как раз-таки этим и заняться, ну, так сказать, разнообразить свой досуг. Предлагаю похимичить. Поехали. Ну, а как можно химичить без уже упомянутого мной Дмитрия Ивановича Менделеева? Сегодня с утра в нашей группе в социальной сети ВКонтакте, которая так и называется, тот ещё вечер, мы задали вот такой вопрос, который тоже содержит в себе небольшую загадку. Мы спросили у наших подписчиков, кто же из родственников Менделеева проживал в Омске, и предложили три варианта ответа. Первый — дочь Ольга Дмитриевна Менделеева, второй вариант — внук Александр Каменский, и третий вариант — старшая сестра Екатерина Ивановна Менделеева. Пока 55% ответивших считают, что это старшая сестра Екатерина Ивановна Менделеева, но правильный ответ мы назовём в конце нашей программы, чтобы, ну, так сказать, поддержать немножко интригу. То есть голосование продолжается? Да, прямо сейчас можно заходить в группу, подписываться на неё, ну и, конечно же, голосовать. А у нас начинается голосование в прямом эфире. Мы хотим вас спросить, что вы думаете, нужно ли нам таблицу Менделеева? Надо, наверное, начать с другого, да? Таблица Менделеева, мы так привыкли говорить таблицу Менделеева. Ну, да, это вполне привычное название. Хотя на самом деле называется таблица периодической системы химических элементов. Что бы вы думали? Ведь это же неофициальное её название. Так вот, тут совсем недавно глава Российской Академии Наук Александр Сергеев предложил провести работу как раз-таки по официальному присвоению таблицы названия таблицы Менделеева. И вот, уважаемые телезрители, что вы думаете по этому поводу? Хотите вы переименовать, нет, оставить как есть? Ну, или же она, она же и так называется таблица Менделеева. То есть, в общем-то, и думать об этом не стоит. Всё, что раньше мы привыкли называть таблицами Менделеева, это мы всегда ошибались. Ну, не то чтобы ошибались, но имени присвоено Менделеева, этой таблицы не было. Никогда. Ну, а я тогда напоминаю, что в нашей студии также работает телефон прямого эфира 695-644. И сегодня мы хотим как никогда побольше с вами пообщаться, потому что, во-первых, нам бы хотелось спросить, а вот знания в науке, неважно какой, химия, физика, как они вам помогают в быту? Ну, может быть, вы там чистящие средства сами придумали, да, и пользуетесь им. Делитесь своими советами, и мы будем тоже их записывать и брать себе, так сказать, на заметку. Ну, и во-вторых, сегодня мы разыгрываем два пригласительных билета в Музей чудес Джоуль Парк. Что нужно будет сделать, чтобы получить эти билеты? Правильно ответить на вопрос? Так, Аленушка, давай расскажи, какой же у нас вопрос. Да он же очень простой. Позвоните к нам в студию и скажите, сколько элементов в таблице Менделеева? 695-644. Звоните и забирайте свои пригласительные. Вот я одного только понять не могу. Это же надо было, вот человеку сон приснился один раз, да, и теперь мы в самом начале программы только про него и говорим. Больше ста с лишним лет, и ученые его изучают, и до сих пор эта фигура в науке интересна. Ну, Константин, всегда открытие происходит неожиданно. Ну, вот, например, Перси Спенсер, это такой инженер был, он однажды положил себе шоколадный батончик в карман и отправился с электронным прибором, генерирующим микроволны, что-то делать, и вот долго-долго работал. Потом он проголодался, так вот, сует руку в карман, достает батончик, а он, что бы вы думали, растаял. Именно таким образом, и он придумал, что можно сделать СВЧ-печь. То есть это не потому, что в цеху было жарко, а все-таки микроволны растопили? Нет, 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 микроволны, конечно. Понятно. Он подглядел, так сказать. А тебе говорит что-нибудь, имя Чарльз Гудир, ну, или вот фамилия, может быть, его? Ну, вот фамилия, да, очень на слуху. Этому человеку, вы наверняка, наши телезрители знаете, мы обязаны созданием автомобильных шин. Дело в том, что он очень долго разрабатывал нужную консистенцию резины, чтобы она смогла и зимой в мороз, да, держать автомобиль, и летом не портилась, и держала свои свойства. Но у него очень долго не получалось. Он даже пытался резину смешивать с кислотой, но никак найти нужную консистенцию не получалось. И как же вышло? Ну, конечно же, по случайности. Дело в том, что он положил к себе в карман резину, смешанную с серой. Совершенно случайно. Ну, а все же так делают обычно. И она у него выпала на раскаленную плиту, ну, и она не расплавилась, а наоборот обуглилась. Он понял, что с этим можно работать, и вот таким способом ему удалось, наконец, найти нужные пропорции, чтобы резина стала похожа уже на настоящую резину. Морозоустойчивая, да, и к летней жаре тоже. Да, устойчивая. И вот, собственно, на этих шинах мы до сих пор сейчас с вами ездим на автомобиле. А вот в 1941 году швейцарский инженер Джордж Деммистраль решил прогуляться в Альпах со своим песиком. Когда пришел домой, обнаружил, что вся шерсть у собаки в репейнике. Ну, он, конечно же, начал ее очищать. Так долго этот весь процесс у него занял, и что он даже заинтересовался, как же репейник выглядит. Взял лупу, стал разглядывать, и обнаружил, что там вот такие вот есть крючочки. Вот меня тоже это очень сильно волнует. Я хоть и не в Альпах со своей собакой гуляю, но вот эти, знаешь, репейки... Ну, дело в том, что Джордж до тебя изучил репейник и понял, что можно сделать застежки. Ну, такие по принципу липучки. Так что ты теперь можешь просто ухаживать за своим псом, и все. Это, конечно, хорошо, но я думаю, еще бы он придумал способ, как эту липучку все-таки из шерсти собаки можно было бы вычесать. А это можешь сделать ты. Ну, или, может, знает, как это сделать наш сегодняшний гость, которого мы тоже сейчас хотим пригласить в нашу студию. Он ученый, и, возможно, уже успел сделать свое какое-то маленькое открытие. Поэтому встречаем его в нашей студии. Сегодня в гостях у программы «Тот еще вечер» доцент кафедры «Химическая технология» Омского государственного технического университета, старшенаучный сотрудник Виталий Горбунов. В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Физическая химия». Является лауреатом молодежной премии правительства Омской области за цикл фундаментальных работ по моделированию органических аксорбционных слоев. Женат, воспитывает сына. Свободное от науки и преподавания время увлекается живописью, музыкой и литературой. Добрый вечер, Виталий. Мы рады приветствовать вас в студии нашей телепередачи. Да, но, к сожалению, мы пока не можем с вами начать беседу, потому что к нам дозвонился телезритель. Алло, здравствуйте. Представьтесь, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Александр. Александр, вы хотите поделиться опытом своим каким-то химическим или дать правильный ответ? Я хочу поделиться... Я хочу дать правильный ответ. Итак, давайте мы напомним, какой был вопрос. Сколько же элементов в таблице Менделеева? Правильный ответ 118. Да, действительно, это правильный ответ. Подтверждаете, да? Все верно. Ну что, вы, пожалуйста, не кладите трубочку. Наши ассистенты расскажут вам, как вы сможете забрать свои призы. Ну что, Виталий, мы возвращаемся к вам. Мы рады действительно приветствовать вас в нашей студии. Ну, расскажите уж тогда нам и нашим телезрителям, удалось уже какое-нибудь маленькое открытие совершить? Ну, наверное, это можно назвать действительно маленьким открытием. Да, ну, вот я, в частности, работаю в лаборатории, да, у нас там такой маленький, ну, активный коллектив, да, вот, мы публикуем работы, вот, ну, и как, значит, ну, что я могу сказать? Мы занимаемся такими сложными молекулами, с которыми что-то происходит на поверхности твердого тела, да, вот. Они могут, оказывается, собираться в различного рода узоры, да. Дружные молекулы. Да, они именно такие, вот. И, мало того, эти узоры, они обладают очень интересными и полезными свойствами. То есть потом они как-то еще применяются, да? Мы пытаемся предсказать, вот, во что они собираются и какими свойствами все это дело будет обладать. А вот интересно, вы какой точки зрения придерживаетесь, что все-таки науку от чудес нужно отделять, или есть такие процессы в науке, которые, вот, невозможно никак, ну, то есть, объяснить? Ну, я думаю, вот, если по ощущениям, да, то наука, это как раз, вот, она очень близко к чуду стоит, да. Когда ты узнаешь что-то, что вот в данный конкретный момент никто, кроме тебя, не знает, то ощущение, да, будто ты прикоснулся к чуду. Вот именно так, да. А наука, конечно, она, ну, это, если начать разбираться, то это совсем не чудо. Это как раз, она базируется на том, что нужно вот любой факт, любое наблюдение описать и доказать, что вот это именно так, и объяснить, почему это происходит. Такое знание как раз называется научным. Виталий, а вот мы сегодня говорим о том факте, будет ли переименована таблица Менделеева в таблицу Менделеева? Ну, вот, на сегодняшний день вы, разумеется, знаете, конечно, что официальное название у нее периодически, да, химических элементов. Как вы считаете, нужно это делать или нет? Я считаю, что это не имеет значения, поскольку это не умаляет того факта, что эта таблица, ну, это великий фундаментальный закон, очень полезный, и он всегда был и будет. Ну, может быть, в благодарность-то надо присвоить официально уже имя учебного? Ну, все же знают, кто изобрел эту таблицу. Все, как бы, что называется, в кулуарах называют ее таблицей Менделеева. Причем в наших русских учебниках, если химию открыть, да, то там написана таблица Менделеева. В западных же учебниках написана периодическая система химических элементов. Ну, все равно речь об одном и том же. Да, то есть просто предложили какую-то формальность уладить, наконец-то, да? Ну, почему бы и нет? Восстановить справедливость, так сказать. Ну, вот, кстати, мы бы не заговорили о таблице Менделеева сегодня, если бы не узнали, что 9 февраля этого года, то есть буквально через два дня будет проводиться открытая лаборатория. Я сейчас прям зачитаю, как называется это мероприятие. Международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности. Честно говоря, звучит настолько официально, что кажется, что это строго для ученых, и нам там делать нечего. Да. Что это такое? Расскажите, Виталий. Ну, конечно же, это не так, это только первое ощущение, наверное, такое. Ну, вот, как позиционируют это мероприятие организаторы, да, то, если кратко, то это научный субботник. Вот, и слоган примерно такой. То есть в науке тоже нужно наводить порядок. Да, да, да. Именно так, да. Но слоган такой «Приди и приберись в своей голове». Вот что-то такое. Это больше не проверка научной грамотности своей, это больше популяризаторская акция такая. А для кого она? Для какого возраста? Ну, официально сказано, что можно на эту акцию приходить с 12 лет. А, то есть для школьников фактически? Да. То есть эта акция не направлена на проверку кодом специального образования. Достаточно вот школьного уровня, и, ну, как бы просто надо голову включить и подумать, и все получится. Виталий, а вот попробуйте развеять сомнения людей, потому что я как человек тоже, ну, как бы от науки все-таки далекий, да, школьные знания какие-то еще остались. То есть вот есть такое переживание, что придешь туда, напишешь все неправильно, а потом тебя, значит, при всех будут отчитывать, говорят, вот в школе-то ты плохо учился. То есть, по крайней мере, все узнают однозначно, да? Ну да, хотя бы вся аудитория, которая сидит, узнает. Как вот будет проходить сам процесс, да, написание и проверки потом работы? Вот. То есть люди сначала регистрируются, приходят, ну, на одну из площадок, вот, дается... Извините, пожалуйста, давайте начнем поэтапно. Зарегистрироваться нужно каким образом? Все просто очень, значит, заходите на сайт openlaba.com или, ну, там, в поисковике, допустим, забивайте открытая лаборатория. Вот. Openlaba.com. Openlaba.com. Так. Вот. Там есть раздел географии. Вот. Хорошо. Ну, там все понятно. Формы, наверное, существуют, которые заполняешь и регистрируешься. Город. Выбираете, площадку удобную вам выбираете. А площадок сколько сейчас в Омске? В Омске, по последним данным, порядка 30 площадок, даже больше и... Я так чувствую, что они с каждым днем растут. То есть, все-таки интерес у вас мячей есть. Да, конечно. Зарегистрировано уже порядка двух тысяч человек. Несмотря на то, что в Омске проводится открытая лабораторная впервые. Да. Именно так. Впервые. В России в третий раз. А как так получилось? Ведь это акция международная. И сейчас, я так понимаю, она в 30 еще странах проходит. Да. А у нас первый раз. Ну, вот, ну, у нас, как бы, ну, университетское образование развивается. Все более активно. Там, вот, там, технический университет, допустим, недавно стал опорным вузом региона. И мы как-то пытаемся в такого рода акциях постоянно участвовать. Я больше, чем уверенный в других организациях именно так. Потому что, если никакую там активность проявлять не будешь, ну, ничего, в общем, никто о тебе знать не будет. Виталий, а... То есть, мероприятия, да. Что, что... Ну, вот, все просто более активно стали участвовать. Если там в первый год, в 2017 году, это было там где-то 30 городов России, в 2018 году это было уже 10 стран, то теперь это уже 30 стран. Ну, то есть, явно интересное мероприятие. Ну, вот, мы тоже хотим, чтобы наши телезрители заинтересовались сегодня, да, и 9-го числа пришли. Ну, вы скажите, есть еще возможность, то есть, регистрация не закрыта, а то мероприятие послезавтра уже. Да, конечно, есть возможность. Это через сайт можно зарегистрироваться до 8-го февраля. То есть, завтра остался последний день. Да, возьмите на заметку завтра. Но все равно можно на мероприятие приходить без регистрации. Вот, отлично. Вот, по-настоящему открытая лабораторная. Виталий, скажите, а вам в жизни, вот, как человеку, да, с ученой степенью, знания вот по химии как-то в быту помогли или нет? Ну, не то чтобы в быту, да, ну, не знаю, например, ну, я знаю, что если идешь в аптеку, там, нужно покупать не аспирин, а ацетилсалициловую кислоту, потому что в 10 раз дешевле получается. Ну, а, в общем, это помогает скорее не в быту, то есть, там, дома... То есть, не только деньги экономить, да? Да, ну, в общем, мыло дома варить я не буду, да, потому что, как бы, проще купить. А вот давайте узнаем, что будут делать Наталья Рогалева и Владимир Мутовкин, которые подготовились, химию изучили и предложили свои советы, ну, так сказать, химия в быту. Итак, та самая газировка. Героиня множества народных рецептов. Спектр ее применения достаточно широк. Во-первых, газировку можно, конечно, взять и попить пока еще. Угощайтесь. Правда, помните, что в ней очень много сахара, и пить нужно в ограниченных количествах. Газировка поможет вам очистить грязные чашки, что-нибудь в автомобиле, даже монетки и, конечно, чайник. Главное помнить, что, во-первых, наливать надо, конечно, в холодный чайник, а во-вторых, что от марки газировки чистящие свойства вот этой самой газировки не зависят. И в любом случае вы можете наливать ее для того, чтобы избавиться от серого налета, который буквально преследует все кипятильные приборы в наших квартирах. Ну и наличие таких чистящих свойств не говорит о том, что в газировке используются какие-то особо вредные или особо чистящие, в общем, мощные химические вещества. Все дело в том, что в составе любой газировки содержатся регуляторы кислотности. Самый популярный – это, конечно, лимонная кислота Е330, ее индикатор на этикетке. Еще одна кислота – ортофосфорная, которая хорошо знакома автолюбителям как антикоррозийное средство, которое борется с ржавчиной и препятствует появлению коррозии металла. Словом, не надо опасаться. И помните, что получается, что любой раствор такой газировки – это, по сути дела, слабый такой кислотный растворчик, который готов бороться с различными загрязнениями вашей квартиры. Часто для наведения блеска в ванной комнате хозяйки прибегают к домашнему, экологически чистому способу – лимону. Но как же это работает? А все очень просто, потому что вот этот самый сероватый налет, который образуется у нас в ванной или на кухне – это, по сути дела, соли кальция и магния. Они присутствуют в воде, когда вода испаряется, они остаются в виде налета. Если с ним не бороться, он все будет толще, больше и больше. В конце концов, илейку душа вам забьет, и даже водосток может. Это, что называется, физические проблемы, а есть еще и биологические, потому что он такой рыхлый. Там очень здорово разводиться всяким микроорганизмом, они этим не приминут воспользоваться. Поэтому с ними, конечно, и с этим налетом бороться необходимо. А бороться с ним легче всего при помощи кислоты. Ну а самая доступная домашняя кислота – это, конечно, лимонная или, например, уксусная. Правда, брать надо не абы какой уксус, а необходим минимум 25-процентный. Если меньше, то он с налетом не справится. Главное помнить, что кислоту нельзя использовать для очистки пластмассы или акрила. И вот как раз наша лейка душа, она из пластика, поэтому ее лучше всего почистить кислотой лимонной. Она действует точно так же, размягчает соли, но действует деликатнее. Зеленка. Такой пузырек наверняка есть в каждой домашней аптечке. И наверняка каждый хоть раз доронял этот пузырек, разливая зеленую жидкость. Кстати, убрать эти следы совсем непросто, если не знать химии, конечно. А если знать, то все делается в 5 минут. Вообще, вот этот раствор, он был изобретен как краситель бриллиантовый зеленый, но только потом уже люди обнаружили, что им можно отлично уничтожать всяческие микробы. Так вот, чтобы убрать его с поверхности, надо его просто окислить. Ну, а сделать это при помощи можно хорошо всем знакомых отбеливателей. А это хлор и кислород. Если вы не знаете, где все это найти, обратитесь. Лично я всегда заглядываю под ванной. Там у меня стоят средства для прочистки труб. В них содержится хлоринол, ну или соляная кислота. В общем, выбирайте, где что находится. И после этого аккуратненько наносите. Например, мы сделали это на губку. Давай зафиксируем зеленый. И начинаем стирать. Осталось только просто смыть водой. А вот на моем средстве другая надпись – гидроксид натрия. И хочу вам сказать, что это средство тоже сработает точно так же. Это уже щелочная среда, и в ней бриллиантовый зеленый тоже обесцвечивается. Так что смело смотрите на этикетки чистящих средств и вступайте в неравный бой с тем, кто борется с микробами. Как раз в равный бой. В общем, не так страшна зеленка, как и ее зеленят. Ну что ж, еще, Виталий, хочется спросить у вас. В действительности, сколько же будет вопросов на этой открытой лабораторной? И по каким предметам они будут? Я так понимаю, что не только химия, да ведь? Да, конечно. Это будет полчаса на 25 вопросов по физике, химии, биологии, географии и инженерной наук. То есть, естественно, научная такая получается, да? Да, это, естественно, научная, инженерная. Ну, пример приведите с прошлого года. Ну, например, какой вопрос? Ну, мне нравится вопрос про Эйфелеву башню. Летом Эйфелева башня выше, чем зимой. Правда или нет? Так, подождите, давайте мы попробуем ответить. Я думаю, что да, выше. Да, вы правы. Есть все-таки. 24 осталось вопросов. Фу, делов-то. А я хочу встретить нашу еще одну гостю, которая присоединилась к нам. Это Наталья Кузнецова, директор Музея чудес Джоуль Парк. Добрый вечер, Наталья. Сегодня вы хотите показать нам, что наука не только бывает практична, да, но она также и, может быть, для развлечения. Скажите, что вы приготовили, что за опыты, что хотите нам показать? Я хочу вам сегодня показать два опыта. Один химический, другой физический. А химический опыт у нас будет связан с щелочами и индикаторами. Так, давайте уже начнем. Так, много колбочек, это все вода? Да, это водичка, обычная водичка. В нее мы добавляем глюкозу. Глюкозу используют в пищевой промышленности и в медицине. Вот, она очень у нас легко растворяется в водичке. Водичка тепленькая. И добавляем гидроксид натрия, о котором сейчас много говорили. Это щелочь. Вот как раз можно трубы ей чистить. Перчаточки как раз для нее и дело, чтобы не получить химический ожог. Так, размешивается, размешивается. Да, все у нас хорошо размешалось. Теперь самое интересное. Мы добавляем индикатор. Он называется индиго кармин. Кармин? Да. Красиво как. Красиво. Так, сейчас мы чуть-чуть вот так сделаем. Совсем чуть-чуть нужно добавить. Чуть-чуть нужно, да. Ты, Аленушка, близко не подходи, а то сейчас как реакция пойдет. Вот такой у нас насыщенный синий цвет получился. И сейчас мы его добавим в подготовленный раствор. Как вы думаете, какой у нас получится цвет? Красный. Давайте пробовать. Я не угадала. Зеленый. Вот такой у нас химический светофор получается, потому что индикатор кармин соединяется, глистляется за счет кислорода. Сейчас немножечко помешаем наш светофор. Ну, я так думаю, что дома я это сделать не смогу. Ну, наверное, нет. Просто у меня перчаток таких нет. Скорее всего, да. Мы можем пока его оставить и посмотреть, понаблюдать за ним. А я пока быстренько подготовлю. Он что, как хамелеон будет менять цвет? Да, менять цвет. Даже так? Виталий, а я вот у вас пока, Наталья, готовится к следующему. Хочу спросить, а есть какое-то практическое применение к такому светофору или это все-таки такой элемент шоу? Да нет, это же просто прекрасный опыт. А вот-вот, я же говорила, красный будет. Красный, благодарю. То есть он еще будет меняться. Да, конечно. Это не просто так, что там поможет. Так, мы сейчас готовимся ко второму опыту физическому. Он по физике. Это горячая вода. Это горячая вода, тоже совершенно обычная. Из-под крана можно ее налить. И поговорим мы о углекислом газе. Так, что это за шарики? Вот такой, в твердом состоянии. То есть мы знаем, да, что он бывает в твердом состоянии. Ой, в газообразном обычно, но его при низких температурах, где-то минус 79 градусов, его охлаждают. А, прохладненько. Не-не, я трогаю. Вот так можете. Он сразу превращается в газообразное состояние. Да, и вот как раз за счет этого, за счет того, что он не находится в жидком состоянии, а из твердого сразу переходит в газообразный процесс, называется суммлемация, это очень-очень красиво. Вот такой у нас насыщенный белый пар, потому что очень много углекислого газа, он сконцентрирован здесь. Как на дискотеке. Да-да-да, отличный такой набор для вечеринки. И светофор есть вместо светомузыки, и, собственно, дым-машина тоже готова у нас. Спасибо, Наталья, спасибо. Вот такой переход у нас из твердого состояния сразу в жидкое. Очень красиво. Ну что, Виталий, может прокомментируете и второй тоже опыт? Ну да, это вот классическая демонстрация процесса сублимации, когда твердое вещество, минуя жидкую фазу, сразу превращается в газ. А мне еще очень звук нравится. Красиво сможет. Бурлит. Это какой-то водопадик, что ли, да, журчит ручеек. Алена, я предлагаю, что нам уже можно с нашими гостями подвести итоги сегодняшних наших голосований, потому что они тоже связаны с такими химическими реакциями, вообще с химией в том числе. Начнем с... Я еще, Константин, прошу прощения, предлагаю, может быть, наши гости ответят на вопрос голосования в интернете. Давайте. Вот я первый задам, да. Вопрос был следующий. Кто из родственников Менделеева проживал в Омске? Назову три варианта. Первый – дочь Ольга Дмитриевна Менделеева, внук Александр Каменский, и третий вариант – старшая сестра Екатерина Ивановна Менделеева. Виталий, вы как думаете? Я думаю, что старшая сестра. А вы? Я думаю, что старшая сестра. Ну, это действительно был правильный ответ. Старшая сестра Екатерина Ивановна Менделеева. Может, я вам аплодирую? Которая по мужу носила фамилию Капустина, кстати. Ну, и наши телезрители, подписчики тоже ответили правильно. 55% дали этот ответ. И что ж, нам нужно еще подвести итоги голосования, которое было у нас в прямом эфире. Итак, мы спрашивали вас, нужно ли переименовывать таблицу в таблицу Менделеева. Итак, значит, у нас, да, переименовывать нужно 17%, нет, оставить, как есть, 65% и 15%, ну, она же и так таблица Менделеева. Собственно... Я должен сказать, что я ожидал других результатов, потому что я ожидал, что все скажут, она же и так таблица Менделеева. Но это показывает, что наши телезрители готовились к лабораторной, ну, как будто бы готовились. То есть, Наталья, а вы как вот считаете, просто Виталий уже говорил свое мнение, стоит ли переименовывать таблицу или нет? Ну, я думаю, что да. Это же гордость. Ну, то есть, если у нас действительно в России так и называются, она таблица Менделеева, то хочется, чтобы в других странах она так называлась. Наталья, а вы хотите свои знания показать на открытой лабораторной? Обязательно. Джоуль Парак себе объявил как одну из площадок, уже к нам регистрируется. Я предлагаю телезрителям подключиться, тоже к нам прийти. После проверки знаний мы вам покажем научное шоу. И можно на другие опыты. Виталий, вы, случайно, не на этой площадке за флаб? Нет, нет, я за флаб в техническом университете и приглашаю также всех принять участие. То есть, у вас еще есть на вашу площадку места? Обязательно, всех приглашаю в 13.00, начало нашей площадки. У нас в 10 утра. То есть, разное время. Нужно это, уважаемые телезрители, учитывать. Итак, регистрируйтесь, завтра у вас на это есть целый день. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам. Спасибо, всего доброго. До свидания. Ну что, Аленушка, мне кажется, что в конце нашей программы мы можем себе твердо сказать, что все-таки... Я думала, ты скажешь, поставить пятерку. Пятерку поставить нам должны наши сегодняшние гости. Ну а наши телезрители наверняка тоже отметят, что мы сегодня поняли все для себя, что наука, она не только полезная и практичная. Она красивая. Ну и, конечно же, еще и очень интересная. И мы надеемся, что у вас тоже появилось желание каким-то образом... Присоединиться. Ну, во-первых, к открытой лабораторной. Во-вторых, просто попробовать дома какие-то из опытов, которые вам предложили наши коллеги Наталья Рогалева и Владимир Бутовкин. Ты хотел сказать, по крайней мере, что-то почистить, попробовать, да? Да. Ну вот, кстати, зеленка. Я никогда не думал, что ее, в принципе, можно каким-то образом оттереть. Ну что ж, мы передаем слово. В понедельник вас в этой студии будут встречать Наталья Змага и Андрей Крылов. А на этом наша неделя завершается. А с вами были Константин Коминов и Алена Зарина. Поэтому до новых встреч. Мы будем в вашем сайте. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова